мат культ привет всем миша и где мы есть а где мы есть дома дома у миши но только не совсем а через дорогу через первомайскую улицу города долгопродный да еще через блин через блинную вот так вот мы находимся на физтехе в аудиторном корпусе и сейчас будем записывать такую математику который самотан старший уже ну не 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 это когда мы посмотрим это вы провели мара до диск ран дискретный анализ второй курс 2 сместр третий сместр да ну папа как раз за графами не очень по идее так что идеи да более того со нас была контрольная вот и нам на контрольную решили дать много интересных задать что плачевно отразилось на пресс на баллах но зато их было интересно собственно решать или было 6 насколько их было 6 задач на полтора часа на полтора часа может быть ну там плюс-минус много часа то на одну пару значит соответственно так как за это время я потупил за 30 лет восемь раз но 10 лет моя формула саватеева за 10 лет два раза соответственно за 38 раз то я бы эту контрольную даже если в тот момент я решил как миша 3 из 6 до то соответственно в вот сейчас я бы ее 36 решил бы за ну полный рабочий день там или на нее это не так работает да не думаю что это так но в общем тем не менее да буду задачу ты точно решишь прямо сейчас завершая снялась начиная эта задача халявка примерно ну почти единственная давай я номер два номер два ну стандартной асимптотики значит определим т.н. как минимальное натуральное число так что так не лоха до минимальное м какое что 2 в степени m делить на м меньше чем м ну ничего сложного 2 в степени m делить на м до спрашивается чему эквивалентно т.н. ну понятно да 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 асимптотики так ну думайте тут дошла на паузу все я я пытаюсь вообще понять почему минимальное же это же очень сильно растет не максимальная сейчас извиняюсь наоборот а ха-ха-ха-ха данность этим маски у меня ничего да я уже ошибку то сразу нашел до минимальной будет один да асимптотика функция один это до константа 1 и пункта мы решили пункт б хочу пунктов не рада и шутка не было на 2 в м ты делить на м больше н при каком мини то есть когда наконец когда наконец становится так да ну давай посмотрим например при n равно 1000 что происходит при n равно 1000 ну я начинаю щупать да я начинаю щупать да будет красно-зеленый кстати как закончился спартак локомотив он был на днях а я если честно я за я за англией слежу теперь так 2 венте делить на м ливерпульта лузи проиграл это это лига чемпионов лига европы на секундочку так ну что 2 в 1000 делить на нет примерно 1000 конечно сильно меньше про 200 и деть нас уже гораздо больше так 215 так вот 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 где-то близко а что ты смотришь для при n равно 1000 при n равно 1000 ну как бы 2 в 10 9 на 10 это все-таки еще пока 100 да а два вот в 13 2 15 9 на 15 уже годится да и это и есть ответ м равно 15 то есть ты от 1000 равно 14 ну или что-то около того если мы обсчитали ну да так нет но все-таки миллион я хочу ты от миллиона я реквестирую ты от миллиона напишите 6 да ну принципе да два в 20 на 20 и дальше еще накапливается несколько два так 25 на 25 то есть два вот в той вот в 5 который остается должно быть будет ну да 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 25 конечно 20 до 25 вот то есть получается ну капризами да мы смотрим 2 20 это по сути миллион и потом мы посмотрим еще в такую степень чтобы компенсировать вот это не до 2 в 5 это 32 но больше чем 25 вот ну значит это подходит 16 делить на 25 ну да но это если типа там забить на то что это почти миллион ну да ну то есть в принципе получается что от и от н равно логарифм двоичный н но вот дальше вопрос восточности до чего здесь надо да нужно какая-то добавка потому что все-таки не логарифм вот явном виде да ты от н делить на логарифм безусловно стремится к бесконечности да значит если мы возьмем первое замечание которое мы можем сделать что н она хотя бы ну нормально хотя бы логарифм н ну конечно вот я без двоичный будет писать просто да потому что 2 в степени логарифм это угадайте сколько и еще отдельно собственно ну да вот вот но еще надо накинуть сюда несколько штук вот надо накинуть что чтобы 2 в ртой компенсировала да вот это вот хрень внизу да 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 сдается мне что надо взять алгоритм от логарифма наверное то есть мы как бы хотим чтобы вот что идет сверху вот пусть у меня вот так написано просто вода допустим да тогда смотрим что это означает это означает что вот это вот 2 в степени m делить на n да то есть 2 в степени t делить на t до равно n на 2 в x-овой до делить на логарифм плюс x да на x плюс логарифм ну да ну как бы то есть 2 в степени x ну как бы равно x так сейчас подожди 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 сейчас 2 в степени t делить на t так больше n до больше n да вот 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 то есть 2 в степени x должно быть равно x плюс логарифм еще двое до этой ну понятно что x по сравнению с 2 в степени x не влияет да что мы горим до степени x было приблизительно логарифм да ну да то есть x равно логарифм да вы горит вам получается логарифм от алгоритма ну собственно да но можно взять как это еще можно подумать можно как-то тут подачу можно взять нам насколько точно знать это вот асимптотика ну то есть асимптотика в какой эквивалентности до эквивалентности то есть ты от n вот ты от n делить на эту хрень оно равно от о большое от единицы да вот но можно еще по-другому рассуждать давайте просто проверим но как бы когда мы вот это ну да мы поняли мы можем оценить ее сверху возведем в такую степень тогда у нас тут вылезет здесь логарифм прибавится логарифм логарифма да она но это понятно что меньше чем два логарифма да а сверху будет 2 в степени 2 логарифма логарифма то есть логарифм в квадрате а логарифм в квадрате да сейчас нет сейчас 2 в степени до 2 в степени логарифма но это добавка к н но давайте сейчас и добавка к н 2 в степени логарифм логарифма это 2 в степени логарифм от вот этого логарифма значит это логарифм квадрат то есть n умножить на лог квадрат вот мы дари фонд вот этого берем поэтому дарит за прыгает на грани налог квадрат и налог квадрат да и при остается типа лог квадрат делить на 2 логарифма да понятно что это становится больше одного я становится больше 1 да все вот то есть да за же там между таким и плюс 2 значит это просто логарифм ну фактически да можно вот я хотел сказать что просто логарифм достаточно или нет да ну наверное достаточно отлично так ну ладно задачу 2 мы развалили так хорошо надеюсь что тоже дальше пойдут пойдем дальше пойдет металл очевидно задача после номер один конечно же идет ой тфу после номер 2 до идет номер три есть компания да и там есть 20 человек и 50 знаком с из 20 по 2 то есть ну понятно да 20 вершин да отлично 200 и 50 ребер из 200 примерно ребер 50 докажите что найдутся две пары людей что любые два человека из разных пар знакомы то есть найдутся найдется нет не такая из разных зайдем ажа две пары людей найдется вот такая да то есть найдется раз пара людей и два пара людей барин которые образуют как бы как бы здесь пофигу да да две пары людей что любые два человека из разных пар знакомы вот то есть рамсеевского вида рамсеевского вида да но что-то похожее помнишь из 6 3 да из 6 есть либо 3 по парам знакомых либо 3 по парам незнакомых а здесь если есть 20 знакомств 50 знакомств 50 человек да то обязательно найдется вот такая вот хрень да это грандиозно на самом деле это задача я почти уверен что ты грандиозно короче задача нас на самом деле обсуждалась на семинарах вот я взял 4 допустим человека да да давай посмотрим какие из них варианты деления на пары вот понимаешь да что к чему я клоню может ли быть так что у них нет вот вот сколько должно быть здесь ребер чтобы не было вот этой хрени ну как бы я думаю что так может быть 3 или все-таки нет вот вот это вот здесь не выберешь да таких двух не выберешь нет так нет давай кого с чего стартовая давай стартовать с самого такого саватана такого у которого куча закон да вот так самого да сколько у него знакомств будет значит у самого такого у нас 250 знакомых может быть 19 до может 19 но минимум сколько минимум 0 может быть нет нет у самого у которого больше всего а минимум у самого знакомого да 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 хорошо ну у нас есть формула всем известная сумма по всем степеням равно 2 давайте за d от v обозначим степень вершины равно 100 равно 2e да то есть 100 хорошо поэтому у кого-то точно есть 5 да значит значит у нас есть 20 человек 50 и 100 вот здесь 100 н равно 5 20 но у меня плохо что в и в совпадает конечно плохо но я думаю вы поймете да наш у кого-то есть 5 окей точно у кого-то есть 5 у максимального хотя бы 5 да так значит смотрим теперь вот здесь как бы вот так уже есть да и что да и что и что и что и что ну честно говоря мне кажется что идею тут придумать нет видно нет не так как то не так так как могло быть еще я вот здесь понять вот если мы взяли 4 и в них такого нет как это вот как и что это означает нет или лучше взять сразу несколько сразу 5 в них такой четверки нет да что я вообще не могу понять как тут но эта задача у нас была прямо на семинарах да так что это была специально задача для тех кто уходил на семинары и понимал что там происходит ну да ну чё то да но я на самом деле вот я был он буквально там за 200 за 20 надо контрольной я все равно так не сразу вспомнил как это делать ну ладно давай тогда поехали подсказки нужны да значит подсказка двойной счет в целом довольно логично то есть понятно что мы хотим как-то посчитать число ребер да хотим исходя из этого что нибудь вывести вот но можно считать не только число значит заметим что вот это что такое вот эта ситуация вот у нас есть да я вот это то есть вот такая штука да и вот такая что ну да и мы говорим что такое запрещено значит для любых двух вершин у нас может быть не больше одного общего соседа да 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 правильно то есть на наш граф вообще говоря наложено очень сильное ограничение для любых двух вершин не больше одного общего соседа а ребер довольно много и хочется доказать что такого не было ну да вот значит как это решать ну давайте посчитаем вообще число вот таких вот штук давайте назовем эту фигуру галочкой да да и ну да не сотру назовем фигуру галочки нам нужно чтобы на двух вершинах было две галочки и мы хотим посчитать количество галочек в графе да вот и здесь пофиг двумя способами да здесь может как проводиться да нам не важно так значит как можно считать количество галочек ну двойной счет двойной счет один способ очевидный какой ну один способ количество галочек сейчас но при этом ведь галочки могут пересекаться галочки могут пересекаться до него гроссик отца вот так действительно но мы сгодо делать не знаем что галочки не могут пересекаться собственно вот так не могут да и тире то есть для каждой пары ну тогда просто количество пар до конечно галочки конечно количеством пар раз галочки не пересекаются мы можем сказать, что это не больше, чем просто количество пар вершин. Ну да. Потому что для каждой вот такой пары вершин у нас есть не больше одной вершины, которая с ними соединена вот такой галочкой. Ну да. Отлично. Ну да. Сейчас. Вот такую мы при этом считаем. Да, это может быть другая. Ну мы да, пары все-таки, да. Для каждой конкретной пары не больше одной галочки. Все. Да. Если для пары две галочки, то мы победили. То мы победили. Все, правильно, да. Да, меньшее равно 190. Вот. Но количество этих галочек можно посчитать точно. Как? Ну давайте переберем среднюю вершину. Давай напишем, что это 190. Ну давайте, да, оценим. Это 190. 20 на 19 пополам. То есть действительно 190. Так. Теперь что у нас происходит с точным значением? Почему с точным значением? Как посчитать эти галочки просто в тупую? Давайте зафиксируем среднюю вершину. А, а, ага. У средней вершины участие в галочках С из ДВ по два. Да. Значит, что произошло? Количество галочек это просто вот такая величина. Совершенно верно. Почему? Ну мы просто перебираем среднюю вершину. Да, очевидно. И у средней вершины каждая вот такая пара вершин среди ее соседей является галочкой. Но очевидно, что других галочек нет. Соответственно, количество способов выбрать вот здесь среди вот этого множества пару это и есть количество галочек по всем вершинам. А так как средняя вершина у каждой галочки одна, но если у нас есть треугольник, то на самом деле это просто три галочки. Раз, два, три. Поэтому все нормально. Мы ничего два раза не посчитаем. Так, итого. Но вот эту штуку тоже можно оценить. Ну, что это такое? Давайте перепишем. Значит, это сумма. Да. Давайте. Да. Я напишу вот так. И здесь еще на одну вторую. Ну да. Вот. Вот эту величину мы знаем. Да. Это просто сумма по всем степеням. Да, то есть это минус е. То есть получаем одна вторая сумма квадратов степеней вершин. Да, минус е. Минус 50. Минус е. Вот. Да. И мы знаем, мы хотим, чтобы это было меньше равно, чем 190, да? Да, если бы не наблюдалось такой буквы, такой самый, то было бы меньше 190. То есть, если мы докажем, что эта величина больше, чем 190, то все доказано. То мы получим, что у нас не сошлась оценка на количество галочек, значит, такое единственное предположение, которое мы делали, что у нас нет вот таких двух на двух вершинах. Да, и все. И мы нашли наш подград. Да, 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 все правильно. Отлично. Ну, осталось... Надо доказать, что сумма... Осталось оценить вот эту штуку снизу. Да. Что она больше 190. Вот. Больше или равна, да? Или больше? Больше строго. Да. Нужно, чтобы эта штука была больше, чем 190. Да. Тогда все получится. Значит, сумма квадратов должна быть больше 480. Да, перенесем ее сюда, получим 190 плюс 50, 240. Умножаем на 2. Получаем. Наша цель. Наша цель. Доказать, что сумма квадратов больше, чем 240. Только 480. Да. Так, надо доказать, что сумма квадратов больше 480. Ну и да. Вот. Очень интересно. Задача становится вполне понятной. Ну да, только как ее решать? У нас сумма равна 100. Доказать, что сумма квадратов больше 480. Вот тут ты уже, наверное... Тут я уже близок к вот там с этой пятеркой. Среднее значение 5. Среднее значение 5. Да, и 5 возрастает в 5 раз. А это выпуклая функция, поэтому она, значит... Ну тут должно быть не райистое Енсона, скорее всего. Ну, на самом деле. Да. Это, наверное, можно и не доказывать. 500 должно быть, на самом деле. Значит, что говорим? Говорим, что просто их сумма, она фиксирована. Да. И сумма это просто 2e. Да-да-да, то есть 50. То есть 100, 100. Минимизировать сумму квадратов при известной сумме. Ну да. Ну это достаточно стандартная задача. Стандартная ситуация. Все равны. Когда просто все квадраты почти равны. То есть все вот эти разбиения почти равны. Ну, как бы, как это примерно... Можно это строго доказать? Честно говоря... Ну, не райистое Енсона. Это очевидный материал. Ну, там понятно, что, типа, если мы берем 1 плюс 4, например, в квадрате, там, и сумма 5, потом берем 2 плюс 3 в квадрате, вот это немножко возрастает, а это сильно убывает. Естественно. Вот. Ну, короче, докажите сами. Это, в принципе, дальше это совершенно стандартный материал. Среднее значение... Можно просто методом штурма сделать. Да, среднее значение... Выделить 2 квадрата, которые отличаются на 2, сплющить их на 1, и просто проверить, что неравенство угодно. Да, тут среднее значение степени вершины равно 5. Вот. Значит, вот эта штука больше или равна, чем сумма степеней на 100, делим на количество вершин, получаем 5. Да, да, да. То есть, это сумма... Ну, короче, давайте я запишу в общем случае. 5 раз. Растет в 5 раз. В самом... В самом нехорошем для нас случае все вы состоите в 5 раз. Делить на n в квадрате. 500 будет, да. Вот. Ну, понятно, это 4e квадрат делить на n. На n практически, да. То есть, проверяем. 50 в квадрате на 4 это 1000. 50 в квадрате на 4? 5 в квадрате на 4. 5 в квадрате на 4. 25 на 4. То есть, 10 тысяч на самом деле. Нет. Ну, е... Да, окей. 10 тысяч. 10 тысяч. Неважно. Да, делить на n. И делим на 20. Получаем 500. 500, да, да, да. Все правильно. Ну, а-ля. Ну, да, оно растет, оно растет как минимум в 5 раз. Все, да, очевидно. 480, 500. Да, это вообще, ну да. Ну да, тут надо было понять, что означает это. Что нет одной гал... Что галочек, что можно оценивать количество. Шикарно, шикарно. Ребята, оцените. Оцените. Оцените задачу. Да. Очень-очень красиво. Это очень красиво. Слушай, надо сделать монтаж. Надо, знаешь, что сделать? Надо перед каждой задачей ставить ее условия. Все просят всегда, чтобы... Можно было, да, чтобы и там кое-что повырезать. В общем, я думаю, что я Захару попрошу это сделать. Да. Ну, классно. Слушай, ну, эта задача еще реш... Ну, нет, она уже не решаемая. Потому что непонятно, что делать. Эта задача не решаемая, но у этого есть оправдание, потому что мы это делали на семинаре. Вот. Так, давай следующую. А следующая задача... Она в корне ее решает. Я ее когда увидел... Нет, ну, я ее решил. А, ты ее решил. Значит, задача номер четыре. Но, короче, это... Вот буквально, как будто я вернулся на сборы в десятом классе по математике. И там, типа, тема, причем не та, которая у нас... На самом деле, я ее решил другим, конечно, способом, чем подразумевалось. Но я считаю, что у меня очень красивое решение. Хотя оно достаточно стандартное, но если набить руку именно в таких вещах... Давай. А вот с нуля его, конечно, придумать... Так. Дан граф G. Любой граф. Любой граф. Видимо, даже петли... Ну, короче, давайте считать, что в нем даже могут быть петли и кратные ребра. Ага. Ну, неориентированный. Докажите, что вообще ничего на него нет, никаких условий. Как говорит Райгор, в чем пафос? Нам дан вообще любой граф с петли, с красными ребрами. Докажите, что все его ребра можно покрасить в два цвета, чтобы разница для каждой вершины в количестве синих ребер, исходящих из нее, отличалась от количества оранжевых ребер, исходящих из нее, не больше, чем на два. Рассмотрим любой граф. То есть, дан вообще любой граф. Любая картинка из точек и этих самых, да еще и с кратными петлями, ребрами. Значит, докажите, что можно взять, покрасить какие-то его ребра в оранжевый цвет, какие-то оставить, ну, у нас черными. Ну, ладно, да. Чтобы мы посчитали количество ребер, исходящих из одной вершины. Тьфу. Мы для каждой вершины взяли количество ребер черного цвета, исходящих, количество ребер оранжевого цвета, исходящих. Их количество отличается не больше, чем на два. Не больше, чем на два. Ух, то есть, вот это еще пока разрешено. Да, вот здесь одно оранжевое, три черных. Отличие на два нормально, на три уже нельзя. Заметьте, что вот в таком случае оно точно отличается на два. Да. Потому что оно имеет один цвет. Да, 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 да. Ой. Эм. Ставьте на паузу, думайте. Думайте. Это очень круто, конечно. Ну, напрашивается индукция. Индукция, окей. Индукция. Индукция по числу и вершин, и ребер, видимо. Ну, нет, можешь сразу написать, сколько у него вершин, и тогда по количеству ребер. То есть, мы начинаем с пустого графа, никак не красим ничего, и все верно. Ну, ничего нет, и ничего не красим, да. Так. Предположим, что есть правильная закраска. Да. И я добавляю ребро. Ой. Лучше, наверное, даже черное. Лучше другое, да. Добавили ребро. Да. И у нас даже у двух вершин. Ну, тут не интересно, тут у двух вершин сломалось. Да. У двух вершин все сломалось. Ну, и мы, очевидно, ее красим в красный, и все хорошо. Давай вот так пусть было. Ну, блин, это все еще. Ну, короче, тут еще какие-то красные ребра исходили. Ну, ладно, да. Вот пусть вот так было. Да, тогда вот ты хрен добавь, да? То есть, вот... Добавили ребро. Черным его сделать нельзя, потому что вот тут три черных. Красным тоже. И одной. А тут и нельзя сделать красным, потому что тут три красных, а одно черное. Да. Что же делать? Надо как-то перекрашивать остальные ребра. Да, ну, то есть, задача, очевидно, по индукции, да? То есть, просто надо подумать. Ну, у меня нет индукции. Нет индукции? Ну, наверное, по индукции мое рассуждение... На самом деле, мое рассуждение, наверное, так же можно провести по индукции, но можно и... Так. То есть, мы... Так, надо что-то сделать с ситуацией, что в соседних вершинах перекос в разные стороны. Да. Пожалуй. В соседних вершинах перекос в разные стороны. Можем ли мы перекрасить все ребра, выходящие отсюда, наоборот? Ну, можем, но у нас могло что-то сломаться вот в этих вершинах после этого. Если бы, например, у нас еще вот так. Да, да, да. То есть, может, конечно, запускать процесс перекрашиваем, 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 но с чего он сойдет? Жопа, 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 да. Нет. Так не получается. Так не выйдет. Так, а ты, значит, твой решение без индукции, да? Ну, я думаю, что мое решение также можно просто взять. Ну, как бы у меня одна техника, можно просто заменить ее на индукцию. По идее, суть не должна особо меняться. Хотя, ну, короче, скорее нет, скорее без индукции. Думаю, что оно точно без индукции. Вопрос, можно ли его докрутить до индукции. Ну, да. Другой вопрос. Да, нет, ничего не понятно. Рассказывай. Вот. Значит, мое решение следующее. На паузу жмите. Слушайте, возьмем граф. Давайте так, сначала избавимся от ребер и кратных петель. Вот. Почему они нам не важны? Ну, давайте сначала избавимся от петель. Ну, давайте раскрасим граф как-то. Ну, допустим, мы весь граф без петель смогли раскрасить. Да. Тогда, очевидно, у вершины, из которой исходит петля, у нее либо синих больше. Ну, да, ну, да. Либо черных больше, либо равно чем. Либо наоборот, либо одновременно. Либо оранжевых больше, либо равно. Ну, и петлю красим так, чтобы не нарушить. Соответственно, мы можем просто покрасить петлю в тот цвет, которого меньше. Да, это понятно. Здесь покрасим ее в оранжевый. Ну, в такой ситуации не может быть, конечно, но покрасим ее в оранжевый. У нас баланс увеличился на 2, но остался в пределах. Вот. Аналогично, если было черных меньше, покрасим в черный. Ну, и так просто по одной с каждой петлей разберемся. А как с кратными ребрами быть? Вот. Значит, петли уже нам не влияют. Не влияют. Можно покрасить все без петель, а потом покрасить петли. Теперь что делать с кратными ребрами? А давайте я сохраню интригу. Значит, что делать с кратными ребрами? Хотя, блин. Ну, короче. То есть, сейчас ты удалишь лишние ребра, покрасишь то, что осталось, обычный граф, а потом скажешь, как теперь быть. Я думаю, как лучше быть. Мое решение явно использовать, чтобы в графе нет кратных ребер. Ему это очень важно. Но кратные ребра можно удалить. Что лучше рассказать? Решение или удаление? Так что, как сейчас ставить? Давайте я расскажу общее решение. И пока предполагаем, что в графе кратных ребер нет. Чтобы понять, почему они вообще нам мешают. Почему решение, ну, вдруг мое решение, оно бы сработало, даже если бы они были. Так. Вот. Я немножко спойлерну, но ничего страшного. Значит, основная идея. Берем, красим граф как угодно. Вообще. Ну, все ребра красим в любые цвета. Хорошо. Окей. Вот у нас есть покраска. Давайте мы будем брать и исправлять эту окраску потихонечку. Значит, вот у нас есть покраска. Ну, не знаю, как угодно это, конечно, хорошо, но можно просто все покрасить в черный. Ну, я-ня-ня. Значит, берем вершину. Покрасили в черный, да. И что значит, что наш граф не удовлетворяет нашим условиям? Это значит, что без ограничения общности у какой-то вершины количество исходящих черных хотя бы столько же, сколько количество исходящих оранжевых плюс 3. Да. Вот. Ну, понятно, что могло быть оранжевых больше, но какая разница. Вот. Значит, допустим, такое случилось. Да. У нас граф не красится. Давайте возьмем любое черное ребро, исходящее из вершины. Не красится, они покрашены еще. Ну, точнее, у него не выполняется вот такое свойство. Значит, он как-то покрашен, но неверно. Ну, неправильно, да. Так. Возьмем любое ребро, которое исходит из нашей вершины. Да. Очевидно, оно есть, потому что их хотя бы 3 вообще. Да. Вот. Ну, и это не петля на самом деле, потому что мы их удалили. Ну, удалили петли, да. Вот. Окей. Мы пришли в какую-то новую вершину. Да, пришли. Утверждение. Если у этой новой вершины количество, ну, короче, в чем идея? Когда мы можем просто взять и перекрасить это ребро? Хочется просто взять и перекрасить это ребро в оранжевый цвет. Ну, да. Тогда вот здесь уменьшится на 1 черный, увеличится на 1. Наоборот, уменьшится на 1 черный. В черных увеличится. Раз на 1 оранжевый. Ну и постепенно будем двигаться в цевер. Короче, да, у нас разница уменьшится условно. Да. Хочется перекрасить это ребро в оранжевый цвет. Когда это может быть плохо? Когда это хорошо, давайте посмотрим. Это хорошо, если, значит, мы перекрасили в оранжевый, значит, если оранжевых было меньше и в равно, чем количество черных. То есть у новой вершины, если у новой вершины, к которой мы пришли, вот это стартовое обозначение, количество оранжевых было не больше, чем черных, то когда мы перекрасим это ребро просто в оранжевый цвет, здесь у нас количество черных уменьшится, количество оранжевых вырастет, а здесь у нас тоже увеличится количество оранжевых, но оно станет не больше, чем черных плюс два. Ну, а то если вот так было? Да, если было вот так. Значит, для вот этой вершины мы как бы ничего не сломаем, возможно, мы даже улучшим, если у нее тоже было больше черных. Если так, а если нет? Что делать, если нет? Значит, ключевое соображение, ну, пока не ключевое, значит, пусть количество оранжевых хотя бы столько же, сколько черных плюс один. Да. Ну, хорошо. Ну, давайте возьмем, раз у нас оранжевых столько, значит, у нас есть оранжевое ребро. Ну, есть. Давайте возьмем это оранжевое ребро и пройдем дальше по нему. Снова проверяем. У нас снова, если вот это свойство выполняется, пусть у нас выполняется то же самое свойство, но уже в другую сторону. Теперь для вот этого оранжевого ребра. Тогда мы можем взять все ребра на этом пути и просто реверсные цвета. Да. И заметим, что у всех промежуточных вершин вот эта вот разность количества черных и оранжевых не изменится, потому что мы одно черное пришли, а одно оранжевое. Вот, но при этом у нас работает то же самое. То есть, если хоть раз, хоть где-то было. Просуждение, как и для этого ребра, да. Да, то все будет хорошо. А если здесь снова было, если здесь это условие снова не выполнилось, давайте опять пройдем по черному. Да. Значит, какие тут есть подводные камни? Какие тут есть подводные камни? Ну, значит, понятно, что процесс остановится. Значит, первый вариант. Мы могли идти, идти, идти и прийти в вершину, в которой мы уже были. Да. Вот. Ну, давайте заметим, что это нам никак не мешает. Мы не хотим ходить два раза по одному и тому же ребру, да? Да. Но мы можем по ним не ходить, потому что вот этот вот префикс пути, для вот этой вершины у нас одно черное исходит, а одно оранжевое. Мы можем про них просто взять и забыть. То есть, мы строим вот так итеративно наш путь. Если мы в какой-то момент пришли к вот такому условию, то мы победили, да? Ну да, все, все покрасили наоборот. Значит, мы строим, строим. И для всех промежуточных вершин можно считать, что вот этих ребр просто не было, потому что они… Вот это соотношение на оранжевые и черные ребра не изменилось, если мы вот эти два ребра выкинем. Сейчас, давайте я… Что это означает в терминах покраски «выкинем»? Короче, в чем могла быть проблема? Мы шли черное, оранжевое, черное, потом оранжевое туда, где мы уже были, и следующее черное могло быть, например, вот этим ребром, которое мы уже брали. То есть, мы знаем, что у нас исходит тут какое-то ребро черное, по которому мы прошли, но оно могло быть уже вот этим ребром, да? Понятно? Ну, я понимаю проблему, я не знаю, что с ней делать. Как эту проблему решать? Давайте заметим, ну, давайте считать, например, величину в каждой вершине такую. Количество оранжевых минус количество черных. И заметим, что если мы прошли по вот этому ребру, если мы вошли в вершину и ушли из вершины, то у нас эта величина… Ну, как бы мы можем вот эти два ребра просто не рассматривать дальше. Ну, то есть, мы можем считать, что мы вообще начали из этой. Ну, не совсем так. Мы хотим не ходить по вот этим двум ребрам больше никогда. Но когда… Мы хотим больше никогда не ходить по вот этим двум ребрам. Но, значит, почему мы можем по ним не ходить? Потому что у нас… Ну, как бы из чего мы вывели, что у нас есть вот такое оранжевое ребро? Мы это вывели из того, что тут было количество черных плюс один. Но если мы вычтем… Давайте мы просто, ну, как бы мысленно, мысленно сотрем вот эти два ребра из графа. Да. Тогда у нас вот тут уменьшилось на один количество. И вот тут уменьшилось на один количество. Но сохранилось вот это вот неравистое, значит, у нас есть другое черное ребро, исходящее из той же вершины. В общем, не ноль после этого станет. Ну, смотри, у нас вычлась… У нас количество вершин вот здесь, но оно осталось… У нас количество черных ребр, оно всегда бы хотя бы ноль остается. Потому что мы стираем только те ребра, которые как бы существуют, которые мы уже прошли. Ну, хотя бы ноль. Но тогда количество оранжевых всегда хотя бы один. Да. А эти оранжевые, в них мы не учитываем те оранжевые, по которым мы уже ходили. Да. Ну, блин, ну тут типа вроде бы простая идея, но нужно в нее въехать немножко. Да, я совершенно запутался. Откровенно скажу, что я совершенно запутался. Да, еще раз. Короче… И что, принимающий разобрался в этом решении, да? Ну, я это как-то записал, да. Ну, может быть, я задавил авторитет, но вроде нет. Ну, короче, значит, еще раз. Я никогда не могу понять, да, пока. Вот у нас была стартовая вершина. В ней было нарушено… Мы прошли по черному ребру. Допустим, здесь вот такое нарушено. Если здесь такое выполнено, то мы победили. Ну, мы снизили разницу, мы не то, что победили. Да, ну, мы снизили разницу. Давайте я сразу скажу, почему это хорошо. Давайте считать полуинвариант. Значит, полуинвариант будет иметь такой вид. Сумма по всем вершинам. Количество оранжевых минус количество черных. Заметим, что у нас это уже вылезало вот здесь. Да. Собственно, чем это мотивировано? По модулю, очевидно. Потому что нам не важно, в какую сторону ориентируется. В какую сторону отличается. И минус 2. Ну, короче, в чем суть? Нам же не важно, если у нас количество отличается на 2, то все хорошо. Да. Поэтому давайте как бы считать не вот такую величину, а следующую. Максимум из нуля. И модуль количества оранжевых минус количество черных. И вот это все еще минус 2. То есть у нас вот такой вариант. По всем вершинам максимум из нуля. Ну, потому что максимум из нуля и модуль разницы минус 2. В чем значение этого величины? Если все вершины удовлетворяют нужным условием, то везде здесь не отрицательное. Да, в чем смысл этого варианта? Заметим, что если мы покрасили граф как нам нужно, то он в точности 0. Потому что вот здесь отличается не больше, чем на 2. Да, он всегда отрицательный. Значит, он типа не положительный, а мы взяли максимум с нулем, но потому что нам не важно, типа на 1 отличается, на 2 или на 0. С другой стороны, если наш граф не покрасился, то он больше нуля. Да, в каком-то месте здесь есть. Потому что где-то здесь разница хотя бы 3. Да. И остался 1. Да. То есть он выглядит немножко страшно, но он абсолютно естественный. Вот. Считаем такой полный вариант. И теперь утверждение. Я хочу, чтобы после вот одной итерации моего алгоритма он уменьшился. Угу. Если после каждой итерации моего алгоритма он будет уменьшаться, ну, очевидно, он не может иметь значение, но он всегда целый, да? Очевидно. Он имеет какое-то максимальное значение, там просто сумма по всем степеням вершин. Значит, за конечное количество шагов он придет в 0. Ну да. Вот. И то, что он 0, значит, что мы победили. Да, значит, что мы победили. Значит, моя единственная цель, чтобы при вот, когда, при моем процессе, когда я все перекрашиваю, мой вариант уменьшился. Хотя бы на один. Да, дальше ты снова начнешь его уменьшать. Да, теперь все понятно. Давайте, да, теперь объяснять с точки зрения этого инварианта. У нас была вот эта величина, она уменьшится. Значит, у нас было вот тут как бы, ну, можно считать, что тут было модулер минус количество шагов. Вот, она уменьшилась. Ну, если мы нашли вот такой путь, без вот этих вот. Да, 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 мы тогда с ним зеленый вариант. Когда мы уменьшили. Ну, и все хорошо. И в чем суть? Если у нас вот тут было вот такое неравенство, то мы можем это сделать. То оно выпрыгнет не больше, чем на 2 от R. То есть вот здесь оно останется 0. То есть... Да. Короче, вот эта вершина ничего не требует. Был 0, остался 0. Ну, то есть, если мы хоть где-то на финише нашли такую вершину, то все хорошо. А вот если каждый раз мигал и туда и обратно... Потому что вот в такой вершине он только может уменьшиться, на всех промежуточных он вообще не изменится. И на первую он уменьшится. А на первую он уменьшится. Все, очевидно. Значит, соответственно, вопрос все-таки действительно ровно такой. Почему путь, собственно, такой существует? Путь не будет идти по вершинам, где 1 к 3, 3 к 1, 1 к 4, 4 к 1, 1 к 4, 4 к 1, там 0 к 3, 5 к 2, вот так. Мигая через раз. Да. Понятно, да, что может помешать? Вот, но я надеюсь, понятно. Я даже могу сказать, я сказал про сборы по математике. Собственно, у нас на сборах каких-то была тема про полуинварианты, про случайные покраски. Ну, полуинварианты, понятно, когда мы берем, что-то там часто случайно красим и как-то счиним. Вот, то есть это даже плюс-минус стандартная техника, но для уже прошаренного слова. Да. Вот. И, значит, что мы делаем? Еще раз. Вот у нас вершина S. Да. Давайте мы будем идти, идти. Вот мы можем идти, да? У нас каждый раз не везет. Не везет. Каждый раз вершина, которая не удовлетворяет нашему свойству. Но у нас в графе конечное число вершин, да? Да. Значит, в конце концов, раз нам все время не везет, мы должны повторить вершину. Значит, первая ситуация. Пусть мы повторили вершину, но пришли не в S. Да. Пришли не в начало. Тогда это выглядело как-то вот так. Мы взяли и пришли вот в такую вершину, которая у нас не была. Я хочу доказать, что существует... Значит, нам напоминаем. Здесь дисбаланс черных на 3. Здесь красных больше, чем черных. Да. Вот. Потом черных больше, чем красных. Черных больше, чем красных. Красных больше, чем черных. Ну, опять черных больше, чем красных. Никакого противоречия нет. Да. Но мы хотели пойти потом по какому-то следующему черному ребру. Ну, и мы хотим, чтобы это не было вот это ребро опять. Потому что... Ну, здесь должно быть четное число, да? Чтобы не было противоречия в этом моменте. Ну, ладно. Да. Ну, да-да-да-да. Мы хотим доказать, что существует какое-то другое черное ребро, не вот это, по которому мы сможем отсюда выйти как бы. Да. Ну, потому что если бы такого не было, у нас было бы одно черное ребро, но нам бы было плохо. Мы бы не могли как бы его два раза перекрасить. Но. Вот. Почему же такое ребро есть? Ну, потому что у нас вот это вершины, значит... Здесь был диус баланс красных. Здесь было красных. Ну, или оранжевых, как я пишу. Их больше равно, чем черных плюс один, да? Вот в этой вершине. Да. Да. Но давайте мы считать не все ребра, а только те, которые не лежат в нашем пути. Вот в этих количествах мы не будем считать ребра, которые лежат в нашем пути, которые мы уже взяли, которые мы уже прошли. Да? Ну, допустим. Заметим, что вот это сохранится, вот это не разница сохранится. Да. Потому что мы вычли одно черное. Да, но я пока не вижу, почему еще одно черное должно быть. Но у нас всегда вот это количество, хотя бы ноль, да? Это да. Ну, просто в скорректости. Поэтому еще одно оранжевое должно быть. Значит, у нас есть хотя бы... Одно оранжевое. Хотя бы одно оранжевое. Я, видимо, просто не так нарисовал, не в ту сторону. Как раз тут, наоборот, тут должно быть... Это то, про что ты говорил, про порядок обхода цикла, по идее. Значит, тут мы хотели выйти по оранжевому, значит, у нас было оранжевых больше. А тут мы хотим выйти по черному, значит, у нас должно было быть черных больше. А, все. Значит, мы... Да, извиняюсь, если запутал. Почему не могло быть вот такой ситуации, как у меня нарисовано? Потому что, чем меньше, то, что я сказал. Да, да, то, что, значит, вот здесь оранжевых было больше, чем черных, и поэтому мы не могли это перекрасить. А теперь, раз мы не можем перекрасить, у нас нужно, чтобы черных было больше, чем оранжевых. Но этого не может быть, то есть мы... Эти два не раз, но, очевидно, друг друга взаимоисключают. Сейчас. То есть, когда мы пришли в исходную вершину, мы пришли по черному пути. По такому же пути, по которому мы пришли в нее в предыдущий раз. Да, то есть прошло нечетное... То есть у нас тут дело как вот так, и вот так. Все, вот теперь все понятно. А здесь у нас уже найдется... И тогда найдется еще одно оранжевое. Да, это естественно. Но оно будет не такое же, как вот это. Конечно. Вот. И значит... Потому что там вот здесь хотя бы один. Что это означает? Окей. Да, ну... Я надеюсь, что распутались, если вдруг... Ну, примерно понятно, да. Значит, мы... Какой остался каверзный случай? Когда вы вернулись? Да, остался каверзный случай, когда мы пришли в S. Да, пришли в S. Пришли в S, да. В S мы пришли тоже по черному пути. Почему он каверзный? Ой, по красному пути. Да, если вот такой случай произошел. Он плохой, потому что у S нет вот этих двух ребер. Нету красного и оранжевого. Мы не можем их одновременно вычесть. Да-да-да. Вот. А теперь воспользуемся тем, что у нас нет кратных ребер. Сделаем мы это следующим образом. Жесть. Количество... Да, тут количество оранжевых было больше в равно, чем количество черных плюс один, да? Это здесь. Вот в этой вершине. Вот в этой, да. Когда мы шли в S. Да. Но мы знаем, что черных-то хотя бы одно, потому что мы по нему пришли. По нему пришли. Значит, оранжевых хотя бы два. Хотя бы два. А так как нет кратных ребер, хотя бы одно из них не ведет в вершину S. И мы завернем в другую сторону. И значит, мы всегда можем пройти по оранжевому, но в другую сторону. Так. Вот. Ну, в конце концов-то мы должны остановиться. Но значит, когда мы остановимся... Будет уже нарушаться рейс. Мы сможем взять, перекрасить весь путь, уменьшить полную ноль. Останавливаясь мы ноль-ка тогда, когда пристает 10 в этот раз. Да, да, да. Итак, если вы не поняли, мы победили в случае, когда в игроке нет кратных ребер. Значит. Это просто жесть. А теперь вопрос, что делать с кратными ребрами. Это жесть. Уже до красных ребер это жесть. Ну, вот это основная часть алгоритма. Да. Ну, я согласен в целом. Это жесть. Ну, она мне почему-то первая в голову пришла. На самом деле, если порешать задачи, похожие на это, то она достаточно... Кратные ребра надо по два выкидывать красные и черные. Точно. Значит, как разбираться с кратными ребрами? Давайте возьмем и заметим, что каждую пару ребер... Да, все. Можно взять и покрасить в разные цвета, ничего не изменим. Да, да, да. Тогда предварительно сделаем с графом вот такое. И каждого ребра... Ну, возможно, у нас было два ребра, тогда ребра просто пропадет. Да, да, да. А если было три, например, то останется одно. Все, дальше проделаем эту процедуру. Значит, удаляем петли... Нет, петли в конце. Нет, петли в самом конце. Удаляем кратные ребра, красим вот так. По два. Красим наш граф, не обращая внимания на петли. Да. И потом докрашиваем петли. Докрашиваем петли уже с учетом кратных ребер по два. Ну, да, да, да. Хотя это неважно. Вот. Для петей. Вот такая задачка. Гениально. Ну, это одна из шести задачных контрольных. Это просто жесть. И ты решил ее с нуля, правильно? То есть ты смог решить ее с нуля. Ну, на самом деле, я чуть-чуть жулил. Я спросил, есть ли в графе кратные ребра. И мне сказали, что нет. А я, ну, типа, там уже кончалось время, и я не успел придумать, что делать с кратными ребрами. А, придумал потом, да? А потом, да, мы уже с другом, я ему рассказал свое решение. Он сначала очень долго не понимал, что происходит. Ну, оно не очень. Слушайте, ребят, те, кто вот понял это решение, это уже не очень глупые люди, на самом деле. Вот. Так. Тут я сам себя похвалил. Отлично. Давай, я буду дотирать, а ты сформулируешь. Значит, ты решил этот, ты решил ту, которую как бы знал. Все, это три задачи, которые я решил. А какую ты еще решил? А, и простую. Про симптомы, и все, да? То есть остальные две задачи, и вот эту вот. И сейчас сколько еще будет задач? Три? Значит, должно быть три задачи, но мы сделаем хитрее. Вот сейчас будет пятая задача. Да. Тоже красивая, но ее я даже не успел порешать особо. Да, мы ее доним на дом. Была одна шестая задача, шестая задача была техническая. Ну, там, короче, граф нарисован большой. Я не знаю, видно что-нибудь, не видно. Нарисован граф. Нарисован граф, у него нужно найти там хроматический… Исследовать на планарность, найти хроматическое и хроматический индекс, что я даже не помню, что это такое. Я тоже не помню, но контрольный, самое смешное. Я прихожу на контрольный, там хроматический индекс, я спрашиваю, что это, но мне говорят, ну, это было. Хрен, да. Вот, короче, я взял, забил на эту задачу и не решал почти. Вот, зато вот это решил. Да. Потом я посмотрел результаты, у всей группы, кроме меня, хотя бы половина баллов по ней есть. Да, я понял. Ну, ничего страшного. Ну, ладно, мы ее забьем. Я все равно доволен. На эту мы забьем, а номер пять… Вот, поэтому это не особо интересно. Давай номер пять. Номер пять и номер один я как раз дам вам на дом. Давай. Значит, задача номер пять. Опять. Каждое ребро двудольного графа К7 покрашено в один из двух цветов. О, К7. Никогда такого не было. Касим. Касим. Да, взяли К7. Касим. Не больше, не меньше. Касим, Машу, Машу, а? Это каждый с каждым? Боже. Тфу, извиняюсь, К77. А-а-а-а. Это 14 вершин? Двудольный граф в каждой доле. Какой ужас. По семь вершин. И провели все ребра. Какой ужас. 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 Я не буду проводить все ребра. Нет, невозможно, да. А я проведу. Провели все ребра. Хотя бы из одной вершинки. И покрасили каждое ребро либо в красный, либо в синий. Ну, давайте я что-то тоже чуть-чуть синего как бы нарисую. Отлично. Так, каждое так или так, да? Докажите, что либо красный, либо синий граф непланарный. Хотя бы один из них непланарный. Ух ты. То есть, К. Вот мы знаем, что К. К сколько? К5 непланарный, да? К5 непланарный и К3. К3-3. И К3-3. А мы хотим сказать, что К77 не покрывается двумя планарными графами. Графами. Ух, какая жесть. Думаете? Это топология какая-то. Ну... Там же формула. Да. Есть. В-р плюс г. Да, папа зрит в корень. Он сразу вспоминает. Ну, это у нас тоже понятно было в курсе. Да. Что есть формула В-Е плюс Г равно 1 плюс К, где К количествует компонент связанности. Вот. Но это в наибольшей общности. Если вы вдруг забываете эту формулу, как я, возьмите одно ребро. У него две вершины. Одно ребро и одна грань. И... А должно быть равно двум, это все помнят. Вот. Ну и проверяем, что сходится. Да. Куда я делал эту? Да, и там чего-то... Где тряпка? Вот она висит. О, Господи. Вот она висит. Я не понимаю, как они цепляются за доску, но... Вот. Значит, смотрим на эту формулу. И... Е очень большое у К-77. 49. Здесь есть всего 49 ребер. Да, это прям до свинича. Хорошо. Да. Ну, количество вершин нам известно. Вот. Что делать? Ну, там надо это самое... Надо писать оценки. То есть, предположим, что планарный... Планарный означает что... Да. Ну, нужно оценивать, очевидно, вот эту Г, которую мы не знаем. Ну, количество компонентов связанности, ну, наверное, она будет, скорее всего, одна. Вот. Это, правда, для общности написали. Вот. Ну, оценивать нужно Г. Вот. А знаешь оценку на Г через... Планарность, да? Для планарного графа. Ну, наизусть не помню. Ну, как это? Примерно понятно, что делать. Так. Примерно понятно, что делать. То есть, появление нового ребра разделяет не более, чем на два новых этих самых. То есть, добавляет не больше одной компоненты. Не больше одной грани. Да. Но на самом деле нужна еще более чуть сильная оценка. Значит, если кто-то, кому-то интересно... Главное, ну, видимо, вы минус х плюс г просто равно 2, наверное, как на сфере. Ну, что-нибудь такое, знаешь, что-то очень похоже. Ну, мы же на сферу кладем, получается многогранник. Ну, в общем, что-то в этом духе. Я точно не помню, но что-то в этом духе. Да, давайте оценим действительно грани через ребра. Как мы это сделаем? Давайте нарисуем наш планарный граф. Он же планарный, значит, его можно нарисовать. Да, его можно нарисовать. Мы за этим воспользуемся. Ну, да, нарисуем его на сфере, да. Ну, короче, давайте, не знаю. Нет, просто на плоскости нарисуем, вот. Давайте сделаем следующую операцию. Около каждого ребра поставим точку с двух сторон. Ну, да. Да, да, да. И давайте посчитаем количество точек. С одной стороны, очевидно, это просто 2Е. Ну, да. С другой стороны, давайте посмотрим на грань. Значит, каждая точка лежит в какой-то грани. Да. Но вот эти лежат во внешней грани. Заметим, что вот тут, например, обе точки лежат во внешней грани. Ничего страшного. Но у нас нет кратных ребер. Ну, да, тут у нас нет кратных ребер. Ну, это касается. Нет петель. Значит, в каждой грани лежит как минимум 3 точки. Ну, это точно. Вот. Потому что грань минимальная – это треугольник. В том числе во внешней грани тоже можно лежать 3 точки. Значит, количество точек… Значит, давайте я напишу так. Сумма по всем граням – количество точек. Да. Да? Вот. Но это больше либо равно… Да. Чем просто сумма по всем граням тройки, на самом деле, да? Да, конечно. Вот. Отсюда уже вытаскивается оценка, что типа количество грани… Двоенно-то. Как типа 3 вторых. Но у нас так граф двудольный… Да. Значит, в нем нет треугольников, в нем нет ни одного цикла. Нет. Значит, в каждой грани должно лежать хотя бы 4. А-а-а, блин. Вот это классно. Вот. Вот это классно. И отсюда, из двудольности… В двудольном, соответственно… Мы можем вытащить… Да, в двудольном. Что это больше либо равно 4г. Отсюда, понятное дело… Да, г меньше е пополам. Е больше либо равно, чем 2г. Да, это в двудольном графе всегда. В двудольном графе. Ну, более того… Планарном. Тут уже легко… Как это обобщить? Если в планарном графе минимальный цикл длины f… Ну, понятно. Вот тут подставляете f просто вместо… Ну, да. Трех или четырех, и получаете оценку. Если кратный ребр, то вот тут будет 2. Да, да, да. Отлично. Ну, дальше идет какая-то просто… Вот эта идея, значит, важная, прикольная. Ну, а дальше идет какая-то не супер… Дальше идет оценочная работа. Дальше идет работа с оценками просто. Значит, мы вывели вот это неравенство, да? Ну, хорошо. Что такое г? Г – это к плюс 1 плюс е минус в, да? Ну, да. Правильно перенес. А е – хотя бы 2g. Значит, можно оценить, что g больше равно, чем k плюс 1 плюс 2g минус v. Ну, да. Вот. Ну, k, очевидно. Вот тут можно как раз сослаться на то, что k хотя бы 1 в количестве компонентов связанности. Ну, и, скорее всего, так и будет. Значит, это хотя бы столько же, сколько 2 плюс 2g минус v. Ну, да. Ну, отсюда, очевидно, вытаскивается что? Что, что? Что g. Можно, что g. Меньше или равно v. В минус 2. v минус 2. Вот. Для планарного графа. Да? В нашем случае это 12. Да? Да. Вот. И теперь… Для каждого из этих графов, да, планарных? Ну, нет. Тут мы… Да. Да, вообще для любого двудольного графа мы получили вот эту оценку. Да. Ну, в нашем случае мы можем оценить количество v как 14 минус 2. То есть 12. Так. Ну, и осталось поставить вот сюда. Что у нас получается? У нас получается, мы можем выразить e как v… плюс g минус 1 минус k минус k минус 1. Да. Это… g меньше равно чем 12. Да? Да. k больше и равно чем 1. Да. Соответственно, мы можем короче написать 14 плюс 12 минус 1. Минус 1. Что получается? 14… 24 не больше 20 планарном графе вот на таком количестве вершин не больше 24 ребер 48 а у нас вы не на кто выдумал это или это известный факт какой-то что конкретно ли граф ну вообще вот этот факт что к 7 7 не покрывается двумя плана к 77 наверняка у нас я не уверен что этот специально прям очень красиво да вот но наш семинарист нашел то есть просто даже ну что давай я на дом теперь да что же нам решать дом если вам не хватило данные если вам до 4 на полтора часа да если вдруг это было очень просто то вот вам задачи которые вы порешаете сами если вам кажется что это было сложно сидите и разбирайте от материал до когда талого как говорится кстати которую ты скорее бы и полюбил ну давай так вот но и вообще скажу честно я задача как я помню я услышал номер 1 решения я услышал идею решения человека который решил вот на самом деле не расписывал так давай вот это номер один тоже мы еще не решали да самая сложная задача этого варианта контрольный звучит так и издеваясь туда давайте в качестве самой сложной задачей задача номер один для любого м до лежащего натуральным ну без нуля давай да надо найти сумму по всем к от 0 до м минус 1 в степени к знака переменную у нас же на c из м пока но пока выглядит вообще не сложно да но она еще домножается на c из м плюс к минус 1 пока вот выразить замкнутой формулой на короче без суммирования распишите как-нибудь нормально минус 1 степени к вот тут важно вот тут важно расписать условия правильно это количество многочленов однородных степени к от м переменных ну я могу сказать что вот это это очевидно c из м пока с чертой что то есть количество выбрать из м предметов к но с повторениями а да вот что это правильно но то же самое что но возможно то же самое вот без повторений из прием больше нуля с повторениями ну да так как без повторений повторениями я пытался на я думал некоторое время комбинаторным смыслом пытался это как-то выразить формула включения но просто если взять вот ну вот подставить м равно 1 до что у нас думаете блин я точно я я очень надеюсь что я правильно переписал условия ну тебя в руках до м равно 1 цель за единицы по нуля когда все вот так умножить на c так вы дожди м равно 1 цель за единицы по нуля умножить на c прикорм на нулю это цель нуля по нулю да ну то есть один да и степени минус c из единицы по единице до c из единицы по единице по единице тогда да так ну брать 0 так c равно 2 м равно 2 м равно 2 м равно 2 c из 2 по нулю на c из 1 до к равно нулю то есть мы вниз идем по нулю минус c из 2 по единице на c из 2 по единице плюс c из 2 по 2 на c из 3 а тут же а верхние это все время одинаковые . по 2 да а может все время разные кто разный кашки 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 так так что у нас получается 1 минус 4 плюс 3 плюс 3 ну короче ответ уже понятен ну методом неполной индукции доказали ответной вот но вы можете проверить но я я сам не думаю что я бы ее бил в морду в лоб по индукции и я бы сравнил что происходит может быть может быть индукция дает мне мой друг рассказал другое другое какой-то мега маянт решение когда-то думаете ну ладно в общем докажите что это равно нулю вот так и на этом первый ролик завершаем правильно маткуль пока